Зима и холода Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, какие лыжи есть, сколько стоят? Вы взрослые 250, детские 100 рублей. А все размеры есть, да? Все есть, да. А это на сколько 250? 250 на день. То есть с 9 до 4 часов можно кататься. Катание на лыжах – занятие традиционное. Те, кому не отбили любовь к лыжам на школьных уроках физкультуры, с удовольствием катаются по зимнему лесу в сосновой роще или в кортах. Любой с заснеженными елями и лесной живностью. Лыжня стирает все различия. Здесь и пенсионеры, и молодежь, спортсмены, и любители. Возможно, рост интереса к лыжам вызван современной модой. Нынче горнолыжные курорты по популярности не уступают морским. Вообще, я люблю свежий воздух, люблю снег, зиму. Катаюсь, постараюсь убираться чаще, но получается раз в неделю. Люблю кататься на сноуборде, только у нас нет гор для этого. Поэтому на лыжах, да, стараюсь убираться чаще. Это обычный урок физкультуры в гимназии номер 26. Только эти уроки очень редко прогуливают, ведь проходят они на школьном катке. Змейка – поворот движения задним ходом. Учат здесь не только уверенно держаться на коньках. В нашей гимназии уроки физкультуры проводятся уже 10 лет на коньках. Ранее была лыжная подготовка, но так как ввиду того материальных возможностей родителей, мы теперь перешли на коньки. Дети приносят коньки свои, они на долгое время служат, или берут на прокат, который нам заливает каток. Естественно, посещаемость уроков физкультуры увеличилась намного, и освобожденных практически нет. Дети с удовольствием бегут и спрашивают уже, как только появился каток, как только заливается каток, когда на коньки, когда на коньки. Да и родители оценили такую альтернативу физкультуре на лыжах. Коньки, во-первых, дешевле, во-вторых, компактнее. Во многих школах просто нет возможности выделить место под хранение громоздких лыж, палок и ботинок. Вот и приходится носить их в школу на каждый урок физкультуры. Обслуживает каток частный предприниматель. Заливает лед, чистит и реставрирует его по необходимости. Рядом точка проката коньков. Покататься может любой желающий. Ребята из школы могут взять коньки на урок на прокат, если, например, забыли свои дома. Для них установлена совсем символическая плата – 20 рублей. Для всех остальных прокат коньков на час обойдется в 70 рублей. Здравствуйте. Здравствуйте. Отдайте, пожалуйста, коньки. Какой размер нужно? 37-й. На сколько будете брать? На полчаса, на час? Полчаса. Это будет до 12.30 – 40 рублей. Все объекты, на которых мы сегодня побывали, заполнены. Плюс таких открытых зимних площадок в том, что если есть свой инвентарь, покататься можно совершенно бесплатно. С тюбингом не сравняться ни одни санки. Надувные ватрушки развивают большую скорость, закручиваются и подпрыгивают на ухабах. Притом никаких специальных навыков не требуется. Поэтому катание на ватрушках по праву – одно из самых семейных развлечений. Оно же – одно из самых травмоопасных. По моему опыту, чаще всего самый опасный вид забавы зимой – это катание с горки на ватрушке. Почему? Потому что родители и дети не соблюдают правила безопасного поведения на горке, катаются в неустановленных местах, там, где растут деревья, или находятся какие-либо строения, врезаются в эти деревья и строения, и вследствие чего происходят переломы или какие-то очень тяжелые черепно-мозговые травмы. Также желательно соблюдать правила культуры поведения на горке, пропускать вперед катающегося и ждать, когда он отъедет или отойдет, чтобы не столкнуться с ним, когда вы сами спуститесь вниз. Законодатели уже задумались о том, что ситуацию пора брать под свой контроль, ведь горки должны отвечать единым требованиям безопасности. Но пока от слов перейдет к делу, придется самим позаботиться о себе. Например, эта горка оборудована ступеньками. Это и удобно, и меньше шансов столкнуться тем, кто поднимается и спускается. Внизу нет никаких препятствий для столкновения, и дорога далеко. Частный предприниматель следит за горкой, засыпает мокрым снегом ямы, чтобы не было трамплинов, и следит, чтобы горка оставалась ровной, а ступеньки не скользкими. Покататься может любой желающий, а если своих санок нет, прокат тюбинга на этой горке обойдется в 100 рублей за час катания. Выгоднее взять ватрушку на целый день, в таком случае заплатить придется 350 рублей. Чтобы обезопасить себя от других, достаточно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, кататься нужно на трассе специально для этого подготовленной. Во-вторых, ни в коем случае нельзя выезжать на трассу, если там уже кто-то есть. Ну и в-третьих, нельзя садиться на ватрушку вдвоем, даже если второй – это просто легкий ребенок. Эти простые правила уберегут вас от трав.